Приветствую вас и поймите меня правильно, я услышал, я прочитал, что вы с одной стороны хотите избавиться от отношений созависимых, с другой стороны вы не мыслите свою жизнь без этого человека, вы пишете, что ну да, он для вас смысл жизни, единственный близкий человек помимо мамы, подруг вы постепенно изжили, прекратили общение, это не панацея, могу сейчас услышать их осуждающие фразы. Вы знаете, ну вот до тех пор, пока вы не будете мыслить своей жизнью, своей жизнью без этого человека, из созависимых отношений вам не выйти никак. Потому что, смотрите, мужчина для вас это не мужчина, то есть это не человек, это не любовник, это не партнер, это даже не алкоголик, это ваше средство от одиночества. Без него вы остаетесь только с мамой. И это в 30 лет. В 30 лет остаться с мамой только, это очень страшно. И ничего нет удивительного в том, что отношения у вас вот такие вот. И вы знаете, вот вариант помощи, вы говорите, буду благодарна бесплатным вариантам помощи. Я не очень представляю, какой вариант помощи вы надеетесь, потому что тут работа. И работа очень, как бы так сказать, серьезная и длительная. Вам нужно, по сути, свой смысл жизни переизобретать. Вспоминать, кем вы были 7 лет назад, до отношений. Вспоминать, почему вы позволили мужчине стать настолько важным для вас в вашей жизни, что все остальные свои желания, стремления, цели, достоинства, самооценку, самолюбие, гордость, все это вы потеряли. Как так получилось? Что мужчина вам давал? Ведь если вы привлекательны, умны и хороши, то проблем в различных сферах жизни у вас нет. Но тем не менее, вы привлекательны к мужчине. На что для вас средства? Средства для достижения своих каких-то желаний. Его алкоголизм, его возраст, начали вы с ним встречаться 23 года. Ему тогда уже было 43, как я понял, 43 года. Вы ведь не случайно выбрали мужчину старше себя на много лет. И вы также пишите, что у вас только мама. Значит, с отцом есть некоторые проблемы. Вот. И отсюда несложно проследить мою мысль, что возможно в этом мужчине вы видите отца. Ну и тогда детско-родительские отношения, проработка детско-родительских отношений, как бы удовлетворение своих потребностей именно в отце, изменение отношения к этому мужчине. То есть вам не нужно с ним рвать, вам не нужно от него отказываться. Если он для вас отец, то хорошо, пусть он будет отцом и дальше. Но воспринимать его как мужчину вам не успевать. Это нужно понять. Да, он вам отец, да, он вас наставник, но это не мужчина для вас. Вот это, наверное, первая основная мысль, которую хочется вам сказать. Дальше. Вы же понимаете, что вы опустошены морально. Когда человек опустошен морально, это значит, что идет прямая угроза его жизни. Вашей жизни, вашему здоровью, вашему психическому состоянию и так далее. Вы все равно, несмотря на это, продолжаете в этих отношениях находиться, игнорируя инстинкт самосохранения. Что интересно. Значит, только в этом мужчине вы видите средства для достижения своих целей. Средства для осуществления своих желаний. Возможно, в этом мужчине вы находите утешение от своих страхов, своей неуверенности в себе. И так далее. Вот вы пишете. Осуждающие фразы подруг. Советы бросить его. И их рассказы о собственных семьях и детях. Если осуждающие фразы, это действительно очень плохо, то есть никто не вправе осуждать вас. Совет бросить. Ну, можно один раз дать совет бросить, но непостоянные. Это тоже не очень тактично. Значит, рассказы о собственных семьях и детях. Рассказы о собственных семьях и детях, в принципе, вполне нормальные, но мне бы хотелось вас спросить, а почему вы не можете их слушать? Вы еще считаете себя неполноценным? Вы занимаетесь в своей встречности? У вас есть какие мысли? Понимаете, я не просто как бы вас об этом спрашиваю, и момент здесь такой, что если вы действительно понимаете, то вы просто не верите, что в данный момент вы можете с мужчиной и другим отношения построить. Вот. Или, в основном, вы считаете, что никто вам не даст того, что дает этот мужчина. Он, наверное, подумает, а что по факту он вам дает? Ведь, что такое зависимость? Зависимость – это всегда удовлетворение с двоих желаний. Ну вот и давайте подумаем мы с вами, какие желания с этим мужчиной вы удовлетворяете. Что вы с ним получаете? Что он вам дает? А может быть, он вам вообще ничего не дает, и все это только у вас в сознании. Может быть? Надо разбираться. Далее. Диагноз – невроз. Требольные расстройства. Если у вас есть невроз, то это значит, что вы не готовы меняться. Ну, скажем так, по мере изменений ваших обстоятельств в жизни. То есть все течет, все меняется, жизненные обстоятельства тоже меняются, но вы меняться не готовы. А что за тревожность? Давайте мы этот момент с вами с тобой уже проработаем. А почему вы не готовы меняться? Что вам мешает? Чего вы боитесь? Чего вы опасаетесь? Дальше. Вы пишете, что у вас есть близкий человек помимо мамы. А как и у вас отношения с мамой? Как вы не относитесь? Почему ваша мама дала вам такую модель поведения, женского поведения, что вы полностью перестали о себе заботиться? Что вы вообще никак о себе не заботитесь, если у тебя то получилось. в том числе серьезный и момент действительно очень как бы ну очень нехороший. Ладно? Далее вы пишете, что значит отношения отношения с этим мужчиной вам не нужны. С мужчиной нет, а вот с кем-то другим, кого у кого вы в нем видите, очень даже нужны. Я подозреваю, что это потребность в отце, потребность в наставнике, потребность в сильном мужском плече и так далее. И этот образ вам в голове. Вам нужно либо знаете как? Не ставьте себе цель выйти из отношений. Вот это знаете, большая такая проблема на мой взгляд, когда люди говорят «Так, у меня зависит мои отношения, я хочу из них выходить». То есть просто взял и вышел. Ну так не бывает. Вы семь лет живете. Так, семь лет. И вы за семь лет после семи лет не можете ставить себе цель выйти из отношений. Входи когда постепенно. Сначала начало. осознавать себя как отдельного человека. Работать над личными границами. Вот это позволяет то, что вам нужно делать в первую очередь. Работать над личными границами. Над личными границами психическими, то есть мысли, какие-то, ну какая-то часть вашего сознания не будет доступна никому кроме вас. Ну цармусу недоступна мужчине, например. То есть если вы с ним всем делитесь, то делиться не нужно. Дальше больше личное пространство не только на психологическом уровне, но и на физическом уровне тоже. То есть расцать в такой ареал в такую площадь, где вы бы были только хозяйкой. только вы и никто другом. Это вот следующий момент. А дальше подумайте, чего бы вы хотели чисто для себя. Вот вот побыть одна, берем и подумайте, чего бы вы хотели просто для себя. Какие у вас дела? Чем вы хотели заниматься? Вот у вас подруги. Подруг вы и жили. Ну, не совсем понимаю, какие у вас отношения были с подругами, но полагаю, что если они осуждали вас давали советы, то не так и сильно они вами дорожат. То есть подруг нужно обязательно, обязательно нужно заводить новых, новых друзей, общаться в кругу других людей, вам нужно расширять свое личное здоровье. Вам нужно расширять свои границы. Вам нужно действовать именно вот для себя, жить с собой, любить себя. Думаю, было бы хорошо, если вы занялись взаимодействием видом, то есть сменили образ, имидж, и так далее. Ну, и постепенно, постепенно, вот таким образом, думая в большей степени о себе, не думая, думая в меньшей степени о том, что вы в отношениях с мужчиной, вот так постепенно, постепенно и отдаляться от него. То есть сразу выйти не получится. Другой нужно поставить определенную границу. Границу поставить легче, чем выйти из отношения срапа. Тем более, если вы зависите. Тем более, если мужчина, скорее всего, вас тоже удерживает. Ведь он точно понимает, что кроме вас с ним, скорее всего, не будет никто не дурак, я думаю. И он понимает, что вас надо держать. И он будет вас держать. Это тоже момент. В этот момент тоже нужно постоянно держать вашим сознанием. Что мужчина будет стремиться вас удержать. И будет делать это любыми способами. Потому что вы ему нужны. а вот вопрос для чего нужен вам он, ну этот вопрос нужно с вами обговаривать. Вот в принципе и все, что можно вам сказать. Работы на самом деле много. Много предстоит вам работы. Вы здесь пишите, что нет возможности оплаты работать с психологом. Знаете, вы не первый человек, который пишет подобные вещи. есть сперва обращение уважаемые эксперты, а внизу нет возможности оплачивать работать с психологом. То есть возможности оплачивать работу с психологом нет, а экспертам написать можно. Бесплатно. Мы получаем не психологи. Нет, я не то, чтобы обижаться, просто вот это вот разграничение мне не всегда понятно. Поймите, я не агрессивный ничего, я просто не первый раз вижу эту фразу и знаете, вот ну как вам сказать. Вот я вам постарался ответить максимально полно на ваш вопрос. Настолько это возможно? Честно хочется вам помочь, честно хочется вас освободить, честно хочется, чтобы вы жили своей жизнью. Может быть даже мужчине помогли избавиться с алкогольной зависимости тоже возможно. Но это работа, это труд. Труд это время. И мне не совсем понятно почему люди должны помогать бесплатно. Вот сколько интересного времени я сейчас вам отвечаю на вопрос прилично. И вы просто подумайте об этом. Подумайте об этом. Подумайте о том почему вы понимая что вас зависит от шейния понимая что они тянут вас никуда тянут вас на дно и так далее. Вы ничего вот такого серьезного не делаете чтобы от них избавиться. Вам нужна терапия вам нужна проработка комплексов вам нужна проработка страхов вам нужна определение своих желаний вам нужна личность и рост то есть целый комплекс смех. И вам мешать на самом деле это ваша жизнь. Я просто надеюсь что вы последуете моему совету и последовав моему совету вы хотя бы будете двигаться в том направлении которое я вам подскажу. На этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучше желаю вам всего доброго и удачи до Продолжение следует...